Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии генеральный директор группы компании «Единство» Антон Воробьёв. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте, Марина! Мы сегодня поговорим о вопросах насущных. Распространение коронавирусной инфекции, связанная с этим самоизоляция, затронула все сферы жизнедеятельности людей. Жизнь вышла из привычных рамок. И, соответственно, ваших клиентов, клиентов строительных компаний интересует вопрос, что сейчас происходит с графиком строительства текущего и как коронавирус отразится на передаче квартир жильцам? Ну, слава богу, строительная отрасль на сегодняшний момент отнесена к тому виду деятельности, который возможно осуществлять с соблюдением, правда, всех мер предосторожности, но, тем не менее, в период самоизоляции. Поэтому все наши стройки без исключения работают в нормальном режиме. Естественно, соблюдение всех норм безопасности – это и социальная дистанция, это, соответственно, и использование антисептиков, индивидуальных средств защиты сотрудников. Но, тем не менее, все работы выполняются абсолютно по графику. И опасений в том, что наши объекты будут сданы не в тот срок, который у нас предусмотрен договором долевого участия, у нас нет. Хотелось бы, чтобы и наши покупатели также, соответственно, были в этом уверены. Второй вопрос, который, конечно же, интересует людей – это потрясение мировой экономики. Цены на нефть падают, курс доллара и евро растет, и люди в замешательстве, каким образом свои сбережения хранить, и каким образом здесь идет сейчас политика строительных компаний. Что бы вы рекомендовали людям, которые в панике и от коронавируса, и от того, что творится в экономике? Ну, знаете, на самом деле, сложно сказать, единого рецепта для того, чтобы сохранить свои сбережения, или в лучшем случае сохранить и приумножить, конечно же, нет. Но, тем не менее, на фоне того, что в ближайшее время будут введены налогобложения процентов на вклады, плюс ко всему, соответственно, позиции рубля, как мы видим, они крайне нестабильны. Остается единственный стабильный на сегодняшний момент объект для вложения – это квадратный метр. Стоимость квадратного метра, как бы многие аналитики ни говорили, но, по крайней мере, на рязанском рынке тенденцию к снижению не имеет. Этому есть много причин. Первое – это, конечно же, увеличение себестоимости строительства каждого квадратного метра. Ну и плюс ко всему, у строителей рязанского рынка нет такого объема рентабельности, о котором говорят 20-30%, который бы позволял делать скидки в 10-15% на квартиры. И, исходя из этих предпосылок, мы понимаем, что стоимость квадратного метра на рязанском рынке в 2020 году снижаться не будет. А, следовательно, после того, как мы вместе со всем миром победим коронавирусную инфекцию, стоимость квадратного метра будет только расти. И отсюда, соответственно, есть предпосылка для тех людей, которые планируют все-таки инвестировать свои сбережения в квадратные метры, должна быть уверенность в том, что в следующем году они смогут, соответственно, на этих метрах заработать. Ну или, по крайней мере, хотя бы не потерять. И между тем, как вы говорите, рост цен ожидается уже, если проанализировать предложение на рынке, сейчас стоимость квадратных метров уже поднялась. Но в условиях коронавируса и нестабильной экономики, и непонятной ситуации с работой у многих, наверняка люди хотят каких-то спецпредложений. Может быть, кто-то и хочет купить квартиру, но сомневается. Есть ли у вас такие условия для людей, которые находятся в сомневающемся состоянии? На самом деле программа по специальным ценам и по специальным условиям для каждого, без исключения клиентов, у нас действует уже практически полгода, с декабря 2019 года. И подразумевает она следующие условия. Во-первых, индивидуальный подход по стоимости каждой индивидуальной квартиры под каждого клиента. Во-первых, мы общаемся с клиентом и понимаем, какие условия оплаты, какие у него предпочтения. И, исходя из этого, выстраиваем ту ценовую политику, которая наиболее подходит в данном случае клиенту. И, как правило, мы выходим на уровень ценообразования, который одинаково выгоден как строительной компании, так и самому клиенту. Поэтому на сегодняшний момент сказать о том, что мы не идем навстречу нашим клиентам, даже в этих сложных условиях, конечно же, нельзя. Есть объекты, по которым скидка достигает и многих сотен тысяч рублей. Поэтому, в принципе, мы готовы подстроиться под любой запрос от любого, даже самого взыскательного клиента. И еще один вопрос, который наверняка интересует многих наших телезрителей. В условиях распространения вируса многие боятся посещать общественные места, в частности, офис, продаж. Это ведь тоже место, где бывают многие люди. Вот для таких, скажем, очень социально ответственных клиентов, какой предложите выход, если они решат прийти и купить квартиру, приобрести? Ну, на самом деле, здесь вариант удаленного сервиса, или как мы это называем, д-сервиса, дистанционного сервиса, возможен. То есть, человек может выбрать онлайн-квартиру, в том числе, пообщавшись как по телефону, так и по средствам видеосвязи с любым из менеджеров нашей компании, определиться с объектом, попросить, в том числе, сотрудника, находящегося на объекте, провести видеоэкскурсию на этом объекте, для того, чтобы точно убедиться, что выбранный на сайте объект для него будет идеален. После этого, соответственно, совершить онлайн-бронирование, которое является абсолютно бесплатным. Это можно сделать по телефону или оставить просто заявку на сайте. Дальше, соответственно, менеджер с клиентом обсуждает условия сделки, вносит их в договор, то ли его участие, направляет любым средством, удобным для клиента, это электронная почта, различные мессенджеры, проект этого договора. Если все условия договора клиента устраивают, то мы можем, соответственно, подготовить этот договор, подписаться с своей стороны и при помощи курьера доставки, и, соответственно, осуществить выезд в любую точку, к которой удобно будет клиенту, для того, чтобы он подписал этот договор со своей стороны. Далее мы, соответственно, этот договор можем сдавать как через многофункциональный центр по предварительной записи без участия самого клиента, либо, соответственно, по сервисам электронной регистрации, которые на сегодняшний момент достаточно хорошо работают, и регистрация договора долевого участия происходит без прихода самого клиента в офис и производится в электронном форме, и приходит зарегистрированный договор уже на электронную почту самому клиенту. После этого только у него наступает обязательство по оплате. То есть, в принципе, без выхода из дома или даже из комнаты человек может совершить покупку недвижимости на первичном рынке. Технологии позволяют. Были уже такие примеры, когда подобный процесс был совершен полностью от первого этапа, который вы описали, до последнего? Да, конечно, мы уже имеем опыт ряда сделок, когда мы без личного контакта с клиентом, только через курьерские доставки, соответственно, совершали сделки. И более того, сделка с электронной регистрацией, которая совершается не где-то в банке, не где-то в удаленных сервисах, совершается прямо в офисе, у нас нашими сотрудниками, без прихода самого клиента мы уже имеем. И финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Это федерального значения. Президент Российской Федерации сообщил о том, что ставка ипотечная может составить 6,5%. Расскажите о том, как это отразится и на стоимости квартир, и на предложениях на рынке строительства. Вот вашу точку зрения хотелось бы услышать. Безусловно, эта мера поддержки, она очень радостная для нас, как для застройщиков. Почему? Потому что она все-таки приближает ставку к тому уровню, который желаем для наших клиентов. Поэтому мы, конечно, это очень сильно приветствуем. Но здесь бы хотелось отметить следующий момент. Рост цен вслед за снижением ставки на ипотеку возможен только при соблюдении нескольких условий. Первое – это достаточно активного спроса. Второе – это, соответственно, рост себестоимости строительства квартир. То есть, если рост себестоимости будет продолжаться, то сказать о том, что мы в условиях самоизоляции на сегодняшний момент и некой неопределенности на рынке можем говорить о каком-то всплеске спроса, я бы не сказал. То есть, это мера, так скажем, поддержки строительной отрасли и тех людей, которые планировали приобрести жилье. Но не как мера того, чтобы на рынке произошел какой-то всплеск спроса и предложения. Поэтому я думаю, что эта инициатива, безусловно, найдет отклик среди наших покупателей и очень поможет, соответственно, застройщикам. Но в целом эта мера вынуждена. И я думаю, что президент вчера правильно сказал о том, что она и временная мера. То есть, до 1 ноября, соответственно, будут приниматься заявки на ипотеку по ставке 6,5%. Итак, все, что, думаю, наши телезрители желали услышать. В сфере строительства сохраняется стабильность. Все строящееся на настоящий момент будет сдано в сроки. Для наших телезрителей, для клиентов группы компании «Единство» продолжают действовать специальные предложения, индивидуальный подход. А для тех, кто сомневается, идти в офис или не идти, возможно, дистанционное обслуживание. Спасибо вам, Антон, за то, что успокоили нас и наших телезрителей в этом отношении. Хотя бы где-то существует стабильность на настоящее время. В нашей студии был Антон Воробьев, генеральный директор группы компании «Единство». Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова